Музыка 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 Привет, ребята! И мы рады вас видеть на Ринкестском канале Kids. С вами сегодня я, Женя Я, Семен И мы с вами сегодня собрались для того, чтобы изучать Божье Слово. Потому что, если мы будем изучать Божье Слово, мы будем мудрыми, сильными благословенными и послушными. Еще, ребята, мы просим вас сразу подпишитесь на наш канал и поставьте лайк и нажмите на колокольчик. А мы с вами начинаем! Ребята, а начнем мы с вами с интересной игры, которая называется Алфавит. Поэтому, поехали! И вот, ребята, мы включаем нашу рисовалку. Мы играли, мы будем совсем не в рисовалку, а как я уже сказала, в игру, которая называется Алфавит. Давайте сейчас напишем. Так, Алфавит. Алфавит, ребята, это такая игра. Смотрите, вы можете играть вместе с нами. Смотрите, ребята, сейчас мы с вами будем загадывать букву. Называть, например, я начинаю. Я буду говорить А. И про себя буду говорить алфавит. Семен будет говорить Стоп. И та буква, которая выпадет, ребята, нужно будет назвать слово на эту букву, но не простое слово, а слово, которое написано в Библии. Хорошо, это может быть какой-то библейский герой или любой предмет, который есть в Библии. Только все, что есть в Библии. Семен, ты понял правила игры? Ребята, вы поняли? Тогда поехали. Итак, я начинаю говорить первый алфавит. И поехали. А. Стоп. Буква. Как вы понимаете, какая? Вот такая, ребята. Это какая буква? Буква Ж. Семен должен назвать слово на букву Ж, которая есть в Библии. Ребята, только не посказывать. Потому что Семен должен самasons нападаться. На букву Ж любое слово, которое есть в Библии. Я такое одно слово знаю. Пока одно. Так, время идёт. Флот. Флот. На букву Ж, ребята, неужели нет слова на букву Ж в Библии? Ребята, вы слышали? Это может любое быть слово вообще. Это может быть предмет, это может быть не предмет, но любое слово, которое есть в Библии на боку Ж. Хорошо, давайте... Наконец-то никаких книг. Хорошо, ребята, давайте сделаем подсказку. Есть такое местописание. Иисус принес М и М с избытком. Что это может быть за слово? Жизнь. Точно, Семен, молодец. Ребята, давайте попробуем Семену и запишем это слово. Конечно же, это жизнь, ребята. Жизнь же есть в Библии, поэтому это правильное слово. Хорошо, теперь едем дальше. И Семен мне загадывает букву. Семен, начинай. А. Так, 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 и... Стоп! Н. Н? Хорошо, ребята, вы тоже придумайте, пожалуйста, слово, которое есть в Библии на букву Н. И вот у меня уже это слово готово. Это один из героев Библии. Его зовут, ребята, внимание, на экран. Мы с вами его недавно совсем проходили. И этого героя зовут как, Семен? Нейман. Нейман! Молодцы, ребята! И едем дальше. Теперь я загадываю. А. Нэ. Ребята, это снова буква Нэ. Хорошо, мы стираем Неймана уже на одно слово меньше. Семен, тебе уже сложнее, потому что я уже Нэн сказала. Ребята, ну, хорошо, я разрешаю вам подсказать Семену. Подумайте как следует внимательно, чтобы было это слово на букву Н. Я знаю. Так, Семен знает. И что же это за слово? Ной. Ной, ребята, точно! Я даже забыла про этого героя. Конечно же, это же Ной. Здорово, ребята. И сейчас заказываю снова Я. А? Стоп. Ребята, я не знаю, что это такое, но это опять буква Н. И усложняется играть тем, что, ребята, у нас уже два слова на букву Н было. Это не Нейман и Ной. И сейчас Семену нужно придумать... А, это же мне нужно было придумать. Ладно, сейчас Семену. И теперь Семену снова нужно придумать на букву Н. Так, мы думаем, думаем, думаем. А последнее тогда слово Я скажу, и все, на этом закончим. На букву Н, ребята, это очень сложно, потому что у нас третий раз попадает буква Н. И мы же с вами сказали два слова. Еще одно слово на букву Н, которое есть в Библии. Хорошо, я сейчас тоже подумаю. Я почему-то тоже не знаю. Ребята, давайте, помогайте нам срочно. Так, Ной, Нейман, мы назвали. Моисея нет. Авраам нет. Иисус нет. Кто же у нас будет на букву Н? Ребята, кто же у нас будет на букву Н? Я тоже что-то не знаю. А, ребята, подсказывайте нам скорее. Любое слово какое-то, я не знаю, дерево, например. Ну, на букву Н, любое слово, какое может быть. Так, 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 так. Ну, что если там у нас нет? У меня тоже нет ни одного, ни одного. Я знаю, ребята, одно слово на букву Н, которое есть в Библии. Хорошо, я сейчас буду подсказывать. Оно голубое. Ну, голубое. Хорошо. Иисус вознесся на небо. На небо, конечно, Семен, ты молодец, так. Я напишу небо. Хорошо. Молодцы, ребята. И сейчас Семен загадывает букву для меня. Это будет последнее мое слово. Поэтому поддержите. Поехали. А. И стоп. З. З. Хорошо, ребята. Мы стираем это слово и пишем в букву, которую загадал Семен. И эта буковка будет З. И, конечно же, ребята, я знаю одного героя, которого звали на букву З. Я думаю, что вы его тоже знаете. Это знаете кто? Зак Хе. Ребята. Или просто Зак. Вот это слово Зак Хе. Хорошо. Спасибо, ребята, за эту игру. И мы с вами идем дальше. Было очень интересно. Ребята, а сейчас мы с вами поиграем в одну игру внимания на экран. Ребята, и вот наша с вами игра. Это малыш. И малыша мы сейчас с вами будем купать. Приготовьтесь. Смотри, Семен, что нам понадобится для того, чтобы смыть грязь? Смотрите, какой он у нас грязный. Это мыло? А. Мыло тоже эти можно мыть? А я не знала. Точно. А еще что? Вот эти пузырьки. Вот эти. А. Еще губка понадобится. Смотрите, мыло. Чтобы смыть грязь, нам понадобится мыло. Губка. И что еще? И вода. И вода, ребята, смотрите. Смотрите, какой у нас чистый малыш. Ребята, сегодняшняя история у нас будет про Иисуса Христа, конечно же. И смотрите, ребята, я хотела вам показать такой пример, что когда человек грешит, когда делает неправильные поступки, он, знаете, что делает? Он мрается, становится очень-очень грязным. Видите, как этот малыш. Но Иисус, Он пришел отдать за нас свою жизнь, и Он своей кровью смыл весь наш грех. Вот как мы сейчас малыша с вами мыли, смотрите. Точно так же Иисус нас смывает наш грех и наши плохие поступки. Своей кровью, которую Он пролил на кресте. Смотрите, мы сейчас губкой помоем, и вся грязь у нас моет. И смотрите, и вода помылась, и малыш совершенно чистый. Поэтому благодаря жертве Иисуса Христа мы очищаемся от греха, ребята. Поэтому запомните, это очень-очень важно. А мы с вами идем дальше. Сейчас, ребята, мы с вами будем рисовать. Поэтому внимание на экран. Ребята, скорее берите листики, карандаши, все, что у вас есть, рисовалки, и будете вместе с вами рисовать. Смотрите, это будет такая игра. Я сейчас загадаю предмет. Я его уже загадала. Это простой предмет. И я сейчас буду говорить Симеону, и буду говорить вам, что нужно делать, как нужно рисовать, какие черточки ставить, чтобы получился тот предмет, который я загадала. А мы с вами посмотрим, получится у нас или нет. Вы готовы? Приготовили карандашики, листики? Тогда поехали. Смотрите, ребята и Симеон, вам нужно взять коричневый цвет. Коричневый, да, самый правильный. И, внимание, нарисовать горизонтальную палочку. Горизонтальную, ребята, это когда лежит посредине листа. Посредине листа, ребята, рисуем горизонтальную вот такую палочку. Но палочка, она должна быть покороче, конечно, и по... Она должна быть покороче и попрямее. Ну, Симеон нарисовал, нарисовал. Хорошо, ребята, палочки должны быть прямые. Сейчас мы берем тоже коричневым цветом и рисуем другую палочку, только чтобы она была ровненькая, вертикально по середине этой палочки. По середине этой палочки рисуем вертикальную палочку. Так, ребята, молодцы. И что у нас с вами получилось? Как вы думаете? У нас с вами получился крест. Конечно же, тема наша сегодняшняя именно про крест, на котором распяли Иисуса Христа. Смотрите, ребята, мы можем его немножечко подрисовать, он у нас будет вообще красивый. И здесь еще такой момент, что крест стоял на такой горе или на холме. Помните? Вы, наверное, знаете. И еще, ребята, знаете, когда только распяли Иисуса, то светило солнце, но потом солнце перестало светить. На целых три часа солнце исчезло, представляете? И стало темно, темно, темно. И мы сегодня посмотрим об этом в нашей истории. Ребята, сейчас давайте споем с вами песенки. Поехали! Давайте петь вместе! Песню радости поем, с Иисусом мы живем, С ним в колодку вместе идем. Песню радости поем, с Иисусом мы живем, С ним в колодку вместе идем. Я улыбаюсь, ты так хорошо, Рядом Иисус я спокоен душой. Песню радости поем, с Иисусом мы живем, С ним в колодку вместе идем. Песню радости поем, с Иисусом мы живем, С ним в колодку вместе идем. Здорово, ребята, спасибо, что вы пели с нами. Здорово, ребята, сейчас давайте споем еще одну песенку. Здорово, ребята, сейчас давайте споем еще одну песенку. Я тебя благодарю за воскресенье твое, За победу твое, За твою лодку с огонь, Я тебя благодарю за воскресенье твое, За победу твое, pour l'anno呢, Why do you think I dais�? Why do you think I do this one? Ничто назад, Ничто назад, Ничто назад... Ребята, спасибо, что пели с нами. Давайте теперь помолимся. Закройте глаза и будьте молиться. Дорогой Господь, спасибо тебе за мое спасение. Мы любим тебя, Иисус. И все любящие Господа сказали Аминь. И сегодняшняя история, конечно же, о распятии Иисуса Христа, потому что приближается Пасха, когда Он воскрес. Поэтому давайте, внимание, на экран посмотрим нашу историю. Вот открыли мы нашу с вами Библию. Мы ищем с вами нашу историю. И наша история... Так, где же наша история, ребята? Нет, где-то... Вот. Называется «Свершилось распятие». И мы нажимаем читать. Религиозные лидеры донесли римскому правителю Пилату, что Иисус опасен и хочет стать царем. Пилат спросил Иисуса, это правда? Я царь, ответил Иисус. Но не от этого мира. Да, и здесь Пилат спрашивает. Он понимал, что Иисусу ничего не сделал такого. А фарисеи говорили, нет. Он говорит, что Он Сын Божий. Его нужно убить и предать. Мы с вами идем дальше. Нажимаем на стрелочку. Иисус не виновен, Пилат. Казнить Его нет ничего. Я отпущу Его. Но толпа кричала, казни Его. Да, и Пилат хочет отпустить Иисуса, потому что ничего не нашел. Но толпа кричит, распни Его, видите, ребята. А Пилат, он не хочет. Он понимает, что это совершенно невиновный человек. Его не за что наказывать. Пилат верил солдат убить Иисуса. Они надели Ему на голову венец из колючих терновых веток. Потом на спину Ему взвалили деревянный крест и повели Его на гору. И мы знаем, что они очень сильно издевались над Иисусом. Дали Ему тяжелый крест. И Он должен был нести этот крест. И за Иисусом следовало очень много-много людей. Это были ученики Иисуса, которые понимали, что Он не достоин такого наказания. Но также были люди, которые были злые и говорили, что Он достоин. И здесь у нас вопросик. Кто хотел отпустить Иисуса? Смотрите, фарисеи, толпа или Пилат? Пилат. И мы нажимаем на Пилат. Это правильный ответ, ребята. Идем дальше. Там на горе римские солдаты прибили руки и ноги Иисуса гвоздями к кресту. Потом крест подняли и поставили на вершине. Иисус висел между двумя разбойниками. Ребята, вы помните эту историю, что Иисус висел между двумя разбойниками, потому что распинали именно разбойников. Но Иисус, Он был невиновен. Ни в чем не виноват. Около полудня небо потемнело. Друзья Иисуса плакали. А враги смеялись и говорили, «Ты спасал других. Почему же не можешь спасти себя самого?» Прости их, Отец, просил Иисус. И мы знаем с вами, что Иисус, Он простил всех своих врагов. И этим самым учит нас прощать наших врагов. И здесь у нас награда. Вы нашли драгоценный камень из Библии, стол для хлебов. Идем дальше. Когда пришла пора Иисусу умереть, Он закрыл глаза и прояснёс, «Свершилось!» После великой любви Он совершил то, ради чего пришёл. И мы знаем с вами, что Он умер. И все видите, кто-то грустит. И мы знаем, что всё потемнело, небо стало тёмным. Один из тех, кто следовал за Христом, человек по имени Иосиф, положил тело Иисуса в гробницу. Вход в ней Он закрыл огромным камнем. Так закончилась долгая, скорбная пятница. И после этого ученики Иисуса бережно сняли тело Иисуса Христа и положили в гробницу. И закрыли Его камни. Видите, все они, конечно же, переживают. Вот они закрыли камнем дверь. Пещеру дверь. И у нас награда. Вы нашли драгоценный камень из Библии, щит веры. И здесь вопрос. Иисус умер на кресте, потому что сильно любит нас. Да или нет? Да. И мы выбираем «Да», и это правильный ответ. И мы с вами идём дальше. И вопрос. Иисус был похоронен в гробнице, верно или неверно? Да. Верно. И мы выбираем, и это правильный ответ. И мы с вами закончили читать историю, нажимаем «Активность». Ребята, здесь у нас перепутанная история. Давайте поиграем. Нажимаем «Играть». И давайте выбирать, что же было первое. Семён нам поможет. Тут надо расставить, ребята, по картинкам, что было первое, что было второе, что было третье. Поехали. Что было первое, ребята? Давайте посмотрим, подумаем. Так. Этот. Сейчас давай вставку будем пробовать. Первое. Так. Это второе. Хорошо. Дальше, да, заставили Иисуса нести тяжелый крест. И потом он... Давайте думать, что же было потом. Потом он говорит «Прости им, отец, да, ибо они не знают, что творят». Хорошо. И дальше Иисус умер. И последнее обувь похороной в пещере. Посмотрим. Ура! И мы всё с вами прошли правильно. Ребята, ну и на этом всё. Мы закончили с вами эту историю. Спасибо, что были с нами. Пожалуйста, подпишись, если ты ещё не подписан на наш канал. И поставьте лайк. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ребята, приближается скоро совсем-совсем Пасха. Поэтому присоединяйтесь к нам для изучения этой истории, ребята. А сегодня с вами был Семён. И Женя. И мы хотим сказать вам, что мы любим вас. И Бог любит вас. Не забывайте об этом. Ребята, ну на этом всё. Пока-пока. Пока. Любим вас. Ребята, ну на этом всё. Ребята, ну на этом всё. Ребята, ну на этом всё. Я тебя благодарю. Я тебя благодарю. Я тебя благодарю. За воскресенье твоё. За воскресенье твоё. За победу твою. Я тебя благодарю. Я тебя благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok